В эфире информационный выпуск «Панорама». Здравствуйте! Меня зовут Денис Передонов. О самых актуальных событиях из жизни Алмазного региона расскажем прямо сейчас и коротко о главном. И к первой теме. Заслуженный пульмонолог России назвал самых опасных распространителей коронавируса. По мнению Александра Карабиненко, это люди, которые уже переболели COVID-19 и отказываются носить маски. Медик объяснил, что коронавирус временно остается в верхних дыхательных путях даже после болезни. Меж тем, по данным республиканского оперштаба, за последние сутки в регионе COVID-19 заболели еще 216 человек. Наибольшее количество инфицированных остается в столице Якутии. В Мирненском районе 6 случаев, в Ленском – 2. Власти отметили, если в начале пандемии удавалось снизить заболеваемость пожилых граждан, то сейчас их число растет. Причина – халатное отношение к ограничениям. Продолжаются свадьбы, продолжаются юбилеи с большим количеством. Продолжаем проводить мероприятия. Поэтому я хочу еще раз обратить внимание, прежде всего, как самих граждан. И прошу воздержаться от участия все-таки в мероприятиях с большим количеством гостей, с большим количеством людей. Еще раз обращаю внимание органам местного самоуправления. При проведении крупных мероприятий, которые вновь опять у нас зафиксированы как нарушение на территории республики, необходимо в обязательном порядке помнить о том, что существует и действует указ главы республики Саха-Якутия о запрете на их проведение. Как людей лечат от COVID-19 и как после него восстановиться? Что делают власти, Роспотребнадзоры и Алроса, чтобы снизить порог заболеваемости? Ответы на эти вопросы уже в следующий вторник, 17 ноября, прозвучат на телеканале «Алмазный край». С 18 до 19 часов ведущие эфира побеседуют с гостями, среди которых руководители Мирненского района, Алроса, Роспотребнадзора и Центральной больницы. Вопросы получится задать и заранее по номеру 8 800 255 21, а также во время эфира в чате трансляции на YouTube-канале «Алмазного края». Продолжаем. Транспорт только для своих. Сейчас пассажир может войти в корпоративный автобус для сотрудников Алроса только по проездной карте. Во всех автобусах установлена электронная система учета пассажиров. Турникеты и программное обеспечение тестируют с весны. Как оборудование показало себя в эксплуатации, выясняла Олеся Васева. Забыл пассажирскую карточку? Приготовься ехать на общественном транспорте. С весны корпоративные автобусы оснащены специальными турникетами. Оборудование привязано к специальной программе. Тестовый режим для него уже почти закончен. Все это время в «Алмаз-Дор-Трансе» решали ежедневные проблемы, связанные с работой валидаторов. Валидатор – большой шаг к автоматизации производственных процессов. Все данные о заполнеемости автобуса отражаются в программе. Так легче понять, нужны ли дополнительные остановки и корректировки маршрутов. Система учета работает по спутниковой связи. Если есть перебои в ней, будут неполадки в работе валидаторов. С этим в службе перевозок и боролись весь тестовый период. Поэтому специалисты ежедневно выявляют такие случаи. Ну и, соответственно, отрабатываем по данным вопросам с нашей IT-службой «Алмаз-Дор-Транса», с привлечением «Алмаз-Автоматики», с привлечением специалистов «Штрих-Эма». Ну и надеемся, что к концу года мы все-таки систему выстроим. Оборудование и программное обеспечение заработает все-таки в полную силу. Валидаторами оснащены все корпоративные автобусы в Мирном и в Ленском. В зависимости от времени года менялось количество транспорта – от 40 до 47 и от 7 до 12 соответственно. Турникет стоит в каждом автобусе. И кроме технических неполадок, транспортной службе приходится разбираться с претензиями пассажиров. Зимой она, как правило, одна. Неудобно в основном сильные морозы. Очень много народу заходит и задержка автобуса. И это время уходит, особенно в обеденное время. У нас оно очень короткое и нам оно ценно, конечно. Неудобно, потому что народ друг за другом идет, зима, холодно. Главное неудобство – слабая пропускная способность носит сезонный характер. Заметное уменьшение претензий к работе валидаторов показал и квартальный отчет о работе автобусов. Его формулируют на основе обращений пассажиров в программе «Хелпдеск». За третий квартал на валидаторы поступили только две претензии. Один из пассажиров упрекает корпоративные автобусы в бесчеловечности, мол, раньше водители в самые морозы могли и школьников подвезти. Год назад эти же пассажиры жаловались, что не могут уехать на работу, потому что служебный автобус заполнен неработающими в Алроса людьми. Алиса Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Тем временем Алроса получила многообещающие результаты от работ на алмазных месторождениях в Зимбабве. Об этом сообщила местная газета «Геральт». Председатель Совета директоров газкомпании Зимбабве Веллингтон Пасип Амир отметил, есть очень интересные открытия алмазов, которые имеют высокую цену на рынке. В рамках партнерства с иностранной компанией Алроса настроено добывать до 10 миллионов карат в год. Министр добывающей промышленности Зимбабве подчеркнул, проекты с участием алмазной компании – ключевые элементы стратегии страны по привлечению иностранных инвестиций. В последние годы добыча алмазов в Зимбабве значительно сократилась в связи с ослаблением мировых цен на драгоценные камни. 158 жителей Мирненского района попались на уловки телефонных мошенников. За 10 месяцев этого года доверчивые граждане лишились в общей сложности 6 миллионов рублей, сообщают правоохранители. В число потерпевших вошли и сотрудники группы компаний Алроса. В МВД еще раз напоминают, банки и другие финансовые организации не оповещают о сомнительных операциях на ваших счетах в телефонном режиме. Тем более не запрашивают по телефону сведения о вашей банковской карте. Если вам позвонили неизвестные, завели разговор о странной активности по карте и попросили данные, срочно прекратите разговор и положите трубку номера телефонов на экране. Пока анонимы обманывают людей и в без того тяжелое время, молодежь из Ленска, наоборот, помогает, взамен ничего не просит, потому что называют себя добровольцем. Как стать одним из них, расскажет Ксения Журавлева. Когда слово самоизоляция стало звучать со всех сторон, стало ясно, людям понадобится помощь в доставке еды, лекарств и средств первой необходимости. В Ленске практически сразу появился волонтерский корпус. Протянуть руку помощи в наше время по силам каждому. Главное – узнать в волонтерских штабах, кому эта помощь все-таки нужна. Вооружившись тем необходимым, надев маску, перчатки, от вас потребуется немногое. Всего лишь добраться до нужного адреса, постучать в дверь и отдать долгожданный пакет. В смарт неравнодушные отработали более 600 заявок. Сейчас уже опытные волонтеры, а среди них и взрослые дети, помогают тем, кому не стоит лишний раз покидать пределы своей квартиры. Вообще у волонтеров мы вместе возраст от 18 лет и старше. Но мы замечаем тенденцию, когда родители берут на себя ответственность и со своими детьми на базах школ, на базах своих классов берут, помогают пожилым людям. Стать добровольцем нетрудно. Достаточно позвонить в волонтерский корпус и пройти обучение. Но можно сделать иначе, как Ольга Семенова. Молодая многодетная мама в считанные часы собрала компанию школьников, готовых помочь ленскому ветерану тыла Владимиру Казакову. Просто на самом деле в WhatsApp увидели объявление, что необходима помощь дедушке, старенькому, пожилому ветерану, нужно сложить дрова. Но печное отопление, недолго думая, бросили клич, так сказать, в школьную группу класса детей. Откликнулись мальчики, собрались на следующий же день и поехали помогать. Сам ветеран от встречи с журналистами отказался. Оказался скромный, но признал, увидев ребят на пороге своего дома, удивился. Не ожидал, что помощь придет так быстро. Ну, я люблю обычно моей бабушке, например, помогать. Ну, и с пенсионерами помогать мне нравится. Ну, просто время нашлось даже. Ну, и точно. Ты часто помогаешь? Ну, да. Ну, и бабушке, и дяде помогаю. Ну, вот, и дедушке. И это не последняя акция от школьников. Ребята и дальше хотят помогать пожилым ленчанам. Позже они напишут новогодние письма ветеранам. Ведь лучший подарок для любого – внимание. Ксения Журавлева, Дарья Боискорова, Алекс Соснин, телеканал «Алмазный край». А вот 13 ноября волонтеры могут вполне называть своим днем. Во всем мире эта пятница, несмотря на 13 число, считается днем доброты. Отмечается он уже 20 лет к ряду. А какие добрые поступки жители Мирного совершали по отношению друг к другу, узнавал наш корреспондент. А в вашей жизни было такое, чтобы помог вам, ну, сделал добро именно чужой человек, незнакомый? Конечно. Очень было много случаев. Случайно люди подходили, оказывали какое-то внимание, спрашивали, что надо. Было и очень много в жизни моей этого. Потерял там я что-то кошелек или что-то, мне человек вернул. То есть бескорыстно, без всякого вернул. Просто так. И таких случаев часто бывало? Ну, парочка было, наверное. Ну, я тоже, соответственно, так же делал, возвращал там деньги. Телефон находил. Хороших людей больше, чем плохих. Так что, если обратиться за помощью, я думаю, что таких людей больше. Родились двойня, вот полтора месяца тому назад. Когда забирал ребенка, я его не знаю, он мне подарил 2000 рублей. Детям. Вот незнакомый человек. Когда-то кошелек потеряла, не за что было домой доехать. Ну, это было не в мирном, это было на материке. Люди дали денег. Вот я уехала в отпуск. Вообще там растерялась. Ничего я говорю, что делать? Сижу, плачу. Меня взяли за руку, подвели, успокойтесь. Ну, это я просто до сих пор вспоминаю. От чистого сердца. Новости Алмазного края можно не только смотреть, но и читать их на нашем сайте. А что стало популярно у наших подписчиков, предпочитающих видеоконтент, в еженедельном рейтинге расскажет Никита Кисляков. 70% женщин, 30% мужчин. Таковы данные статистики нашей страницы в Инстаграм. Поэтому ее смело можно называть прекрасной половиной Алмазного края. И, возможно, поэтому самой популярной темой недели здесь стали танцы. 5,5 тысяч просмотров у репортажа о занятиях по стрельджазу в Мирном. Китай вернулся к привычному ритму жизни. Отрывок из интервью местной жительницы Алмазному краю посмотрели 17,5 тысяч раз на ТикТок. Пользователи этого ресурса также обратили внимание на снятые нашей командой видеорекомендации, как купировать одышку после коронавируса. 5 тысяч просмотров. Эти и другие публикации доступны в интернете, а именно на нашем сайте, в Инстаграме и на YouTube-канале. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова